Бытует мнение, что граффити – настоящий бич современного общества. Стенды, фасады, окна и ограждения зданий, домов, городов все чаще становятся простором для самовыражения так называемых художников-экстремалов. Пара черных, красных или синих букв имеют какое-то значение только для очень узкого круга единомышленников, и простому обывателю порой, кроме неудовольствия и раздражения от испорченного имущества, не приносят ничего. К тому же, такие постройки после чудо-росписи необходимо реставрировать, а дело это не дешевое и не быстрое. А потому к такому виду самовыражения брещани чаще всего относятся отрицательно и считают, что если и хочется порисовать, то делать это необходимо только на специально отведенных территориях. Я считаю, что на фасадах это нереально, понимаете? Ну, где-нибудь какие-то отведенные места, чтобы, ну как, люди могли зайти, посмотреть, что на фасады. Почему бы? Только не на жилых домах, а на магазинах, а там, где отведено это место. Показать берестейцам примеры настоящего искусства граффити и продемонстрировать молодежи, как можно законно, легально использовать, заниматься любимым хобби, решили в Ленинском районе города над Бугом. В начале этого года Ленинским районным комитетом общественного объединения БРСМ города Бреста, администрацией района, а также отделом внутренних дел совместно с руководством кинотеатра «Мир» был объявлен кастинг на лучшие эскизы граффити на тематику кинематографа и мультфильмов. Долгий процесс внимательного изучения и отбора уже позади, и в начале текущей недели организаторы озвучили итоги, а победители смогли приступить к реализации своих проектов, которые должны придать облику здания сказочный и волшебный колорит. В начале у нас был конкурс эскизов, плакатов граффити, в них принимали участие как молодежь от 14 до 18 лет, так и от 18 до 31 года включительно. Мы выбрали из двух номинаций, двух ребят, получается, с разных категорий, отобрали, оргкомитет отобрал лучшие эскизы граффити, и мы их согласовали в городском исполнительном комитете, и сейчас уже несколько дней ребята продолжают трудиться, скажем, на фасаде зданий кинотеатра. Все это абсолютно легально, законно. Конечно, они украшают город, они дают людям, человек вот пройдет с детьми, посмотрит, вот, позитив. Уже, конечно, будет город красивее, не будет казаться серым, и будет весело. Живопись на стене может быть способом выразить себя через творчество и подарить массу положительных эмоций не только самому художнику, но и окружающим. Главное, подходить к этому вопросу ответственно и серьезно. Красивые и современные рисунки могут стать настоящим украшением и достоянием населенных пунктов только в том случае, если сделаны они в подходящем месте и точно не на бегу. Желающие продемонстрировать свой талант всегда могут обратиться за разрешением и выделением площадки для творчества к городским властям. И тогда подобное сотрудничество сможет стать не только взаимовыгодным, но и полезным для внешнего вида города над Бугом.